К другим новостям. Первая коррекционная школа в этом году отметила свой юбилей 60 лет. Ну а сегодня в по сути единственном в городе учреждении такого типа состоялось праздничное представление, посвященное Новому году. О том, как и чему учат особенных детей в нашем сюжете. Сегодня в коррекционной школе не до скучных уроков и учебы. Праздничное настроение чувствуется во всем, ведь каждый ребенок без исключения принимает участие в новогоднем представлении. Наши педагоги, они так трепетно относятся к нашим детям, особенно к детям с ограниченными возможностями здоровья. В эту школу не страшно отдавать ребенка. Мы всегда знаем, что наши дети нужны, о них заботятся. Но самое главное, то, что в них вкладывают наши педагоги. Казалось бы, ничего особенного, интерактивные игры и масса внимания. Но за видимой радостью и смехом стоят годы учебы и, конечно, труд преподавателей, которые задумываются, прежде чем ответить, чем же их особенные дети отличаются. Главное – это полюбить их и быть вместе с ними. Первоначально, конечно же, с любым человеком нужно найти взаимоотношения, найти контакты. Вот эта первоначальная ступень, она очень сложная. Но когда вы объединились, и это у вас единый коллектив, то это уже не вызывает никаких сложностей. То есть мы говорим «А», а они говорят «Б». На один день каждый меняет табличи. Кто-то становится овким ковбоем, а кто-то мифическим китайским драконом. Сегодня ребята совершают путешествия в фантастический мир приключений вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом. Скажи, пожалуйста, а учителя у вас хорошие? Да, очень хорошие. И ругаются, как в обычных школах. Мне нравятся конкурсы всякие и праздники. Здесь все учатся очень успешно. Общепрозавательные предметы чередуются постоянными экскурсиями. Такая коррекционная сфера, так называемая, или сфера коррекции, она подразумевает действительно и владение специальными методиками, восстановление тех разрушенных механизмов, которые есть, да, и создание тех механизмов, которых совсем нет. И поэтому ребенок... Самое главное сделать так, чтобы ребенку хотелось идти в школу, а потом хотелось просто учиться. В этом году школе исполнилось 60 лет. Здесь занимается около 170 воспитанников. За это время учебное заведение выпустило более тысячи учеников.